Повышение температуры тела является самой частой жалобой, с которой родители обращаются к педиатру. Многие мамы очень тревожатся и воспринимают лихорадку как опасный симптом, который требует немедленного вмешательства. Особенно часто это происходит тогда, когда речь идет о совсем маленьких детях. Нужно ли снижать повышенную температуру? Каким способом? Какая температура у детей считается нормальной? Какова причина повышения температуры? Всегда ли повышение температуры говорит о признаках нездоровья? Много вопросов. На многие из них мы ответим прямо сейчас. В студии у нас Наталья Милая, врач-педиатр. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, действительно ли высокая температура или изменение температуры – это одна из самых частых тревожных жалоб родителей? Да, конечно. Она очень беспокоит родителей, потому что родители всегда думают, что если высокая температура, то это какая-то очень серьезная ситуация. Но, в общем-то, это не всегда. Не всегда так. Сейчас будем разбираться. Ну, нормальная температура у ребенка. Ну, мы можем взять, если есть градации, можем взять совсем маленьких детей, можем взять постарше. Ну, вот норма – это сколько? Ну, начнем с того, что такое вообще лихорадка, температура. Да, да. Лихорадка, температура – это какой-то дисбаланс между теплопродукцией и теплоотдачей. Да, выделяется много энергии, да, тепла. И если вдруг получается, что теплоотдача нарушена, не выходит, да, тепло это наружу, то, в принципе, возникает перегревание организма. С чем это может быть связано и какая же норма, да, у детишек? Почему-то все многие, не все, но многие мамы думают, что температура нормальная – это 36,6. Ну, да, я тоже так думаю. Нет, температура, норма температуры колеблется от 36 до 37. И даже, в общем-то, иногда по некоторым источникам до 37,2 – это может быть, в общем-то, вариант нормы. То есть 36 ровно – это тоже нормально? Да, да. Вот, поэтому температура чаще всего в норме немножечко вечером выше, чем утром, вечерняя температура. Вот. Что еще? Температура, конечно, у детей бывает по разным очень поводам. У детей до года она может подниматься в течение дня, даже после того, как ребенок пососал грудь или бутылочку. Он поработал, у него выделилось много энергии, поднимается температура до 37, например, с половиной. Через 15-20 минут после кормления ребенка, ну, ребенка при этом надо раздеть, конечно, чтобы он немножечко охладился. Все, у него температура падает сама. Ребенок при этом весел и, как бы, здоров, и, в общем-то, хорошо себя чувствует. И поэтому мамам по этому поводу напрягаться не стоит. Очень, да. Да, да, вот я продолжаю слушать, пока не перебиваю. Очень часто бывает, что температура до 37,5-38, тоже чаще у маленьких детей, она появляется просто при перегревании. Поэтому иногда мамам говорим, что дома жарко, вы просто проветрите комнату, разденьте ребенка. Не надо никогда мерить температуру после того, как вы его только вытащили, скажем так, из кроватки, да, он когда-то там тепленький, горяченький. Дайте ему немножко охладиться. И после этого температура чаще всего падает. Ну вот, наверное, нам как-то важны еще такие моменты прояснить. Я знаю, что вроде бы как дети и взрослые по-разному реагируют на повышение температуры. Вот это с чем связано? Нет, ну это связано еще, может быть, конечно, и с инфекцией. С инфекцией. Температура, это, в общем-то, очень положительное ее значение говорит о том, что у ребенка какой-то дисбаланс в организме. То при этом мы начинаем как бы думать, почему, да, почему дисбаланс. Или действительно здесь перегревание, или ребенок начинает заболевать. При температуре субфибрильной, это считается температура от 37,1 до 38, ребенок чаще всего неплохо себя чувствует, он достаточно бодр, весел. И если даже есть проявление вирусной какой-то инфекции, это насморк, там, в катральное имение, кашель, да. Ну, в принципе, она не требует снижения, такая температура. Если температура поднимается выше, от 38, даже 38,5 и выше, это уже считается фибрильная температура, высокая. И уже вот об этой температуре, конечно, надо поговорить отдельно, потому что она как раз и напрягает родителей чаще всего. Ну как-то это страшно. Я даже, мне кажется, что вот когда сам болеешь, сама болею, вот смотришь, ой, когда она со 38,5, ну, переходит, правда. Температуру надо снижать, если ребенок чувствует себя плохо, но это не должно быть самоцелью, потому что при температуре даже до 38, 38,5 у нас включаются защитные силы организма, иммунитет начинает работать активно, выделяется интерферон, и когда мы снижаем необоснованно температуру, мы просто не даем ребенку выздороветь. А для этого нужно просто ребенка раздеть, напоить прохладными какими-то компотом, морсом, чаем, там с лимоном, может быть, да, охладить немножечко организм. Можно сделать компрессы на голову, да, там, где выходят крупные сосуды на поверхность, да, это лоб, височная часть чаще всего, да, подмышечная область. Можно обтереть прохладным полотенцем водой чуть ниже комнатной температуры, не холодной, конечно, холодную воду не надо использовать. Можно принять душ, у нас почему-то все мамы боятся. Да, да, из температуры нельзя купаться, нельзя душить. Наоборот, наоборот. Но при этом такой нюанс, ребенок должен быть не вялый, он должен быть такой красненький, весь горячий. Это называется доброкачественная лихорадка или красная лихорадка, скажем так, в простонародье ее. Вот, она снижается легко, чаще всего используются сначала физические методы охлаждения, то, что я сказала, да, и если уже, конечно, мы не можем снизить, то тогда прилагаются уже препараты, да. Ну вот, вы знаете, я вот сейчас вас слушаю, и, если честно, я немного удивляюсь. Почему? Потому что вот я реагирую на слова охладить, дать теплый или больше прохладный чай там или какое-то питье, раздеть. Потому что вот я вспоминаю, ну, по детству, что меня как-то родили, когда, допустим, ну, в детстве болели, да, там, чай с малиной горячий, укрывали чем-то теплым, пропотеть, да. Или, например, вот когда болеем, когда лихорадка часто морозит, и какое уж тут прохладное, наоборот, хочется согреться. Вот здесь нету какого-то такого диссонанса. Все-таки не надо утепляться или все-таки можно, если вот так морозит и потряхивает? Ну, вот идет диссонанс какой, да? Когда ребенок красный, идет расширение сосудов, и идет активная теплоотдача. Тогда не надо. Вот тут мы, нет, мы тут как раз его охлаждаем, да, вот то, что я сказала в начале. Но бывает еще спазм сосудов. Вот. И спазм сосудов – это, ну, менее доброкачественная, скажем, да, лихорадка. Называется белая или бледная лихорадка. Когда ребенок вялый, у него высокая температура, он бледный, у него холодные конечности, и может быть такая мраморность немножечко кожных покровов. Тут чаще всего озноб его, да, немножечко, в общем-то, может морозить, да. Здесь немножко другая тактика, конечно, идет. Просто мы об этом не сказали еще. Здесь, конечно, нужно ребенка согреть, укрыть. Именно теплое питье, не прохладное, как я сказала в начале, а теплое питье, да, согреть его. Можно согреть конечности. Чаще всего предлагается или грелка к ногам, можно ручки просто даже в теплой воде помочить, сделать там для ног какую-то теплую ванночку. Вот. И тогда им становится легче. Но тут жаропонижающие даются. И иногда мы даже советуем спазмолитики давать. Ну, я уже не буду называть какие-то. Да, мы не называем препараты, но мы вот, вот, мне кажется, очень важно, вот уже две принципиально разных тактики. Мы наблюдаем за ребенком, даже вот в домашних условиях, даже пока еще не обращаясь к врачу, если такой возможности нет. Вообще, наверное, к врачу-то лучше всегда обратиться, да, если есть такие повышения. Нет, но мама должна все равно, мама должна... В первой реакции, что делать. Да, при какой лихорадке, как себя вести. Чтобы она не боялась, чтобы не было вот этого страха. Потому что мне кажется, что если боится мама, и боятся все в доме, то и ребенок начинает павать рукой. Конечно, конечно. Тревожность повышается, а иногда это просто необоснованно. У нас есть вопросы от зрителей, они тоже связаны с температурой. Давайте мы их послушаем и на них ответим. У меня внучка спортсменка такая, постоянно занимается плаванием, гимнастикой. И нередко бывает, что к вечеру, после этих активных таких занятий, прыгания, у нее поднимается температура. Вот с чем это может быть связано, как поступать в этом случае? Ну, отчасти мы уже ответили на этот вопрос. Ну, вот давайте коротко, может, повторим. И как реагировать? Ну, нужно посмотреть. Если у ребенка здоров, весел, бодр, да, и при этом у него температура кратковременно повышается, это просто у нее идет, ну, действительно, тепловая перегрузка, скажем так, энергии очень много вырабатывается. Просто принять прохладный душ и после этого перемерить температуру. Вот если после этого температура не снижается, и она держится всегда после тренировок, может быть, сдать клинический анализ крови, общий анализ мочи, это клинический минимум, просто обследовать ребенка. Потому что мы можем сказать, что это норма только после того, как мы установили диагноз, что мы исключили все это. Мне кажется, еще здесь вот такая похожая ситуация, когда, знаете, бывает, что дети там, какой-нибудь праздник, день рождения, или просто пришли в гости, они там бегают, они набесятся, им хорошо, они насмеются, нахохочут, и потом у кого-то поднимается температура. Это похожая, это такая же история, когда перевозбудились, много энергии. Да, теплоотдача идет очень активно. То есть это вот тот похожий, тот самый случай. Да, да, да. Хорошо, смотрим еще вопрос. Уважаемый доктор, подскажите, если у ребенка очень высокая температура, практически под 40, нужно ли ему давать жаропонижающее? Потому что в последнее время слышится, что жаропонижающее не следует давать. Когда все-таки этот процесс нужно начать? Ну, тоже отчасти мы ответили, но вот здесь давайте такую градацию. Значит, градация такая, до 38,5, если у ребенка нет каких-то фоновых заболеваний, а это могут быть сердечно-сосудистые заболевания, сердечно-сосудистая патология, да, может быть заболевания центральной нервной системы, судорожный синдром, в анамнезе, тогда, конечно, мы, в общем-то, 38,5, до 38,5 и даже до 39, при том, что ребенок бодрый, весел, мы не снижаем температуру. То есть организм работает, борется. Или снижаем именно физическими методами охлаждения, да. Если, конечно, ребенок вялый, бледный, и даже 37,5, там, 37,8, он лежит, конечно, ему плохо, надо ребенку помочь. И еще зависит, конечно, вот от количества дней. Я вот хочу на этом остановиться, потому что при вирусной инфекции чаще всего температура не держится больше 3-4 дней. Ну, может быть, грипп, исключение там, да. И температура, она должна с каждым днем становиться ниже, чем в предыдущий день. Всегда меряем, обычно оцениваем по вечерней температуре. Если температура идет, ну, по такой шкале, скажем так, да, то, в принципе, я думаю, что там особенных каких-то вмешательств именно с антибиотиками и не нужно делать. Но если температура держится 38,5-39 на протяжении 3-4, и нет тенденции к снижению, нужно думать об антибактериальной терапии. И, конечно, здесь уже обязательно вмешательство врача. Это, мне кажется, уже очень важный момент. У нас есть еще один вопрос, и очень важно, чтобы мы обязательно на него ответили. Скажите, а пониженная температура у ребенка – это опасно? Вот. Ну, это не так опасно. Чаще всего это случается при передозе жаропонижающих средств. Ага, слишком снизили. Да, потому что жаропонижающие средства там четко указано в инструкции суточное количество, суточный объем препарата, который мы можем дать. Вот. Поэтому мамы у нас иногда грешат этим и, в общем-то, дают, снижают вот эту более температуру, более низкую, которую нужно бы снижать. И за счет этого может быть, может быть, снижение температуры тела. Но бывает иногда и другая ситуация, я коротко на ней остановлюсь. При тяжелых инфекциях, чаще всего это вот когда высокие очень температуры, вот при гриппе может быть такое, да, у них резко снижается температура. У маленьких детей это надпочечниковая недостаточность транзиторная. Но это уже решает доктор, и при этом они очень холодные, вялые, у них потливость выражена. Чаще всего это в ночное и вечернее время. Вот после очень высоких температур организм так реагирует. Но это, конечно, нужно тоже обязательно обратиться к врачу. Ну, я думаю, что главный вывод, который мы делаем, вот из нашего разговора, самое главное, наши мамы вооружены знаниями, да, что делать при лихорадке одной, при лихорадке другой, как правильно реагировать. Конечно, в любом случае, если вас это беспокоит, ну, почему не обратиться в врач? Обязательно обратиться, да, и врач конкретно вашему ребенку даст рекомендации. Но вот те самые крайние точки, которые не надо терпеть, или наоборот, нужно успокоиться, и все нормально, просто быть с ребенком, следить, поить, укрывать, или наоборот, раскрывать. То есть на самом деле это очень важные вещи, которые, правда, как скорая помощь, каждая мама, каждый папа, каждая бабушка должна знать. Если есть еще грудка, я буквально по препаратам, которые, в общем-то, все-таки разрешены для детей. Ну, мы не будем их называть, может быть... И те, которые запрещены. Нет, ну, просто, я думаю, что наоборот надо назвать группу препаратов. Это не торговые названия, а группу. Значит, у нас в России разрешены только два препарата. Это ибупрофен и парацетамол. Это действующее вещество. Да, действующее вещество. Причем парацетамол – это занимает первое место. Ибупрофен все-таки он препарат выбора. Ибупрофен разрешен только с трехмесячного возраста. Нельзя его малышам. У нас не все мамы про это знают. Вот. Запрещен аспирин до 15 лет, потому что он вызывает очень тяжелые осложнения. Есть такая синдром Рея называется, да? Не буду останавливаться. Да, да, да. Ну, в общем-то, аспирин запрещен, да. И анальгин – таблетированная форма тоже. Его используют только скорая помощь, только врачебный персонал. В каких-то крайних ситуациях. Да, только для внутримышечных инъекций. Вот, мне кажется, это очень важное замечание, Наталья. Ну, теперь прощаемся, ставим многоточие, потому что я думаю, что к этой теме можем еще возвращаться в наших программах. Я напомню, что в студии у нас была Наталья Милая, врач-педиатр. Мы говорили о температуре.